В Центре военно-патриотического воспитания молодежи наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» и «Республиканского Моя Республика в судьбе моей семьи». О торжественном патриотическом мероприятии расскажет Альбина Ламкова. Людей прекрасных много в нашем крае. Республика скормила их добром. Народа лучше, я пока не знаю. Они Кавказом называют отчий дом. Сочинение о родине, написанное семиклассницей Елизаветой Богатченко, привлекло внимание всех гостей. Она из станицы Преградной Урупского района. Елизавета совсем еще юная, но в своих строках глубоко отразила любовь, нежность и чувство патриотизма к своей родине, Корчаево-Черкесии. В проникновенном сочинении автор постаралась показать красоту природы и свое отношение к ней. Каждый из победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Бессрока давности» и Республиканского конкурса сочинений «Моя республика в судьбе моей семьи», рассказывая в своей работе о подвиге, тяготах и испытаниях в годы Великой Отечественной войны, сам переживает те страшные дни в истории страны. Такие конкурсы помогают людям понять, что такое патриотизм, учат нас ценить и любить родину, ценить минуты и дни, проведенные рядом с близкими, ценить воспоминания и память о тех, кто не смог вернуться к своим очагам, о тех, кто отдал свои жизни ради того, чтобы мы сейчас находились в этом зале. Сочинение было непростое. Оно, во-первых, длинное и все, оно тяжелое. Как и морально, так и физически. Воспринимается тяжело. Это, можно сказать, очень болезненная и трогательная тема, которую мы не должны забывать и должны помнить об этом всегда. Министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко поблагодарила всех участников конкурса сочинений за их стремление и желание знать историю своей страны, малой родины и семьи, а также желание донести до своих современников и будущих поколений эту историю. Порядка более трех тысяч учащихся нашей республики, начиная с общешкольного уровня, приняли участие в данном конкурсе. И только немногие ребята дошли до республиканского этапа. На республиканском этапе конкурса сочинений без срока давности были представлены 48 ваших работ. Каждая работа заслуживает внимания и уважения. После завершения торжественной части награждения ребят пригласили на экскурсию в музей Центра военно-патриотического воспитания молодежи. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.